Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим технологию таблетирования и вспомогательные процессы. Рассмотрим таблетирование с наполнителями, перемешивание компонентов, прессование, дрожжирование, упаковку. Процесс гранулирования сыпучих материалов и оборудование рассмотрим в отдельном видео. Таблетирование с наполнителями. При таблетировании пищевых материалов большое значение имеет введение в прессуемую массу различных наполнителей. Наполнители позволяют придать таблетируемой массе новые свойства, которые облегчают технологию изготовления и улучшают качественные характеристики таблеток. Механизмы действия, масса и вид вспомогательных веществ определяются их физико-механическими, физико-химическими, технологическими свойствами. Для каждого вида таблеток и соответствующего ему технологического процесса должно быть определено оптимальное количество вспомогательных материалов, обеспечивающие их высокое качество. В качестве наполнителей применяются индифферентные для организма вещества, отвечающие требованиям по чистоте и технологическим требованиям по свойствам прессуемости и распадаемости таблеток. По технологическому назначению наполнители можно разделить на две основные группы – связывающие и смазывающие вещества. Связывающие вещества в процессе таблетирования обеспечивают превращение прессуемой массы из порошкообразного состояния в зернистое, что улучшает сыпучесть материала и обеспечивает точность дозирования. Кроме того, они обеспечивают хорошее сцепление частиц. прессуемого материала и уменьшают упругое последействие таблетки. Одновременно с этим связывающие вещества не должны ухудшать распадаемость таблеток и не должны быть дорогостоящими или сложными в применении. Введение связывающих веществ в таблетируемую массу осуществляется двумя способами – сухим или влажным. Выбор способа в основном зависит от физико-химических свойств прессуемого материала. В настоящее время в качестве связующих веществ в пищевой промышленности применяются вода, желатин, сахар, спирт, сахарный сироп, крахмал, экструзионный набухающий крахмал. Наиболее часто в качестве связывающего вещества применяется вода. Если же прессуемый материал является гигроскорпичным продуктом, то применяется спирт. В том случае, если вода или спирт не обеспечивают сцепление частиц материала, то рекомендуется применять крахмальный клейстер. Взамен крахмального клейстера возможно применять экструзионный набухающий крахмал или текстурированную муку или крупу, полученную методом высокотемпературной кратковременной экструзии. В пищевой промышленности в качестве связывающих веществ наиболее часто применяются следующие растворимые в воде материалы. Желатин, глюкоза, спирт, сахар молочный и сахарный сироп. Молочный сахар – это белый кристаллический порошок слабо сладкого вкуса, без запаха и хорошо растворимый в воде. Глюкоза – это бесцветный кристаллический порошок без запаха, а она имеет сладкий вкус и хорошо растворяется в воде. Желатин – это продукт частичного щелочного или кислотного гидролиза коллагена – основного опорного белка теплокровных животных. Он представляет собой хлопьевидные листочки без цвета и запаха, которые при соприкосновении с холодной водой набухают и образуют студевидную, бесцветную массу. Сахарный сироп применяется в случае необходимого упрочнения таблеток. Он представляет собой густую жидкую массу. Введение сахарного сиропа в таблетируемую массу обеспечивает полное растворение таблеток. Существует такая технология производства таблеток из чая. В состав таблеток входят следующие компоненты. Тонко измельченный чай или отходы чая, чайная пыль, отсев 20%, порошкообразная лимонная кислота 4%, сахарная пудра 75%, сахарный сироп 1%. Смесь приготовляют в смесителе следующим образом. В сахарную пудру вливают сахарный сироп, затем добавляют чай и лимонную кислоту. Массу вымешивают до однородного состояния, после чего формуют в виде цилиндрических или кубических таблеток. При разработке этой технологии были использованы различные наполнители. Сахарный песок, пудра, сухое молоко, аскорбиновая и лимонная кислота. Испытания показывали, что при прессовании растворимого чая с сахарным песком не получаются прочные таблетки. Поэтому применяли сахарную пудру, которая позволила не только получить прочные таблетки, но и значительно снизить время их растворения в воде. Оптимальное соотношение зеленого и черного растворимого чая к сахарной пудре равно 0,5 к 15 граммам. Для плоскоцилиндрической формы таблеток диаметром 30 миллиметров давление прессования составляло 45 мегапаскаль. Каждая таблетка должна содержать 0,25 грамма растворимого чая и 7,5 грамм сахарной пудры. Две таблетки соответствуют норме чая из сахара на стакан воды. Согласно другой технологии, организовывался выпуск таблеток из байхового чая, который отличается крепким ароматом, но низкой экстрактивностью – не более 35%. Быстро растворимый чай, имея стопроцентную экстрактивность, дает слабый аромат. Поэтому одной из задач было нахождение их оптимального соотношения и режимов прессования. При этом таблетки будут обладать высоким ароматом, а их экстрактивность составит от 70 до 75%. При приготовлении смеси необходимо следить за тем, чтобы она была одноцветная и однородная по составу. Для этого в барабанный смеситель нужно загружать байховый и растворимый чай из расчёта 4 к 1 и смешивать при температуре 85-90 градусов Цельсия в течение от 7 до 10 минут. Высокая температура позволяет получить массу однородного состава. Так как растворимый чай пылевидный, то он налипает на чаинки байхового чая вследствие выделения на их поверхности внутренней влаги. Однородная смесь выгружается из смесителя и остывает до 20-24 градусов Цельсия в течение полутора-двух часов. При относительной влажности воздуха от 35 до 40%. Для получения таблеток с наполнителями сахарная пудра, сухое молоко, лимонная кислота и тому подобное, чайную смесь перемешивают с компонентами при температуре от 20 до 24 градусов Цельсия. Чайную смесь без наполнителей прессуют в виде таблеток массой 1,25 грамма под давлением 100 мегапаскаль. Полученные таблетки подвергают термической обработке при температуре от 35 до 40 градусов Цельсия в течение 10-15 минут. При этом повышается аромат таблетированного чая и удаляется поверхностная влага, образовавшаяся в процессе прессования таблеток. Производство таких таблеток позволяет повысить экстрактивность байхового чая, уменьшить массу таблетки, снизить затраты на тароупаковочные материалы. Весьма перспективным является таблетирование растворимого зеленого и черного чая с порошкообразной аскорбиновой и лимонной кислотами. Необходимая суточная доза этих кислот для человека равна 0,05 г. Поэтому в состав прессуемой таблетки следует вводить не более 0,01 г кислоты. Время растворения таблеток не превышает 1 минуты. Таким образом, таблетирование растворимого чая с наполнителями позволяет значительно расширить ассортимент чая, который будет весьма удобен для потребителя. В процессе производства таблеток большое значение имеет получение материала, обладающего хорошей сыпучестью и текучестью. Эта комплексная характеристика определяется рядом физических факторов – дисперсностью, формой частиц, влажностью материала и другими. В начальной стадии, когда масса представлена отдельными зернами, перемещающимися относительно друг к другу. Между ними имеет место зацепление, противодействующее текучести. Частицы несимметричной формы с широковатой поверхностью при передвижении создают много зацеплений, склонны к сводообразованию, а более симметричные и гладкие частицы скользят легче. Поэтому в таблетируемый материал, который имеет плохую текучесть, вводят смазывающие вещества, который обладает гладкой поверхностью и симметричной структурой. Смазывающие вещества сглаживают неправильные формы частиц таблетируемого материала, уменьшают внутреннее трение и зацепление между частицами при их движении, обеспечивая тем самым более равномерную текучесть материала. В настоящее время имеется ряд теоретических предпосылок, которые обосновывают механизм действия смазывающих веществ. Наиболее важным из них является предположение о том, что смазывающие вещества являются проводниками электростатических зарядов, образующихся в процессе прессования таблетируемого материала, способствуют равномерному распределению плотности вспрессованной таблетки и вызывают перераспределение между упругими и пластическими деформациями. Смазывающие вещества играют также немаловажное значение и при выталкивании таблеток из матричной полости. Они уменьшают величину адгезии между стенкой матрицы и боковой поверхностью таблетки. В настоящее время в качестве смазывающих веществ применяют крахмал, тальк, стеораты, кальция и магния. Они имеют порошкообразное состояние и нерастворимы в воде. Лучшими свойствами обладает картофельный крахмал, наихудшими рисовый. Картофельный крахмал имеет в основном яйцевидные или сферические зерна, иногда слегка приплюснутые. Рисовый крахмал содержит как простые зерна, так и зерна сложной конфигурации. Кукурузный крахмал имеет зерна в виде многогранников или округлой формы. Зерна пшеничного крахмала в основном круглой или овальной формы. Зерна крахмала начинают разрушаться под действием горячей воды, температура которой превышает 50 градусов Цельсия. В таблице на экране приведены данные разбухания и клейстеризации различных видов крахмала в зависимости от температуры воды. Крахмал обеспечивает не только улучшение текучести материала и уменьшение усилия выталкивания таблеток, но и способствует увеличению благодаря своей гидрофильности, а образованию микропористости в таблетках. Поэтому повышение количества крахмала в таблетируемой массе улучшает распадаемость таблеток. Талька является одним из представителей типа пластинчатых силикатов и представляет собой тончайший порошок белого или сероватого цвета, скользящий и жирный на ощупь. Смазочное действие талька основано на скольжении слоев, связанных между собой силами вандерваальса. Частички талька имеют тенденцию прилипать своими плоскостями к металлической поверхности. Размеры частиц достаточны, чтобы они могли полностью закрыть большинство выступов и впадин, образуя на склонах так называемые мостики. Поэтому адгезия таблетируемого материала с металлом сменяется адгезией с чешуйчатым слоем талька, выровнявшим неровности поверхности. К недостаткам талька следует отнести его травмирующее действие на слизистую оболочку желудка и увеличение времени распадаемости таблеток. Поэтому его количество в таблетируемой массе не должно превышать 3%. Стераты кальция и магния представляют собой порошки белого цвета без запаха. При производстве таблеток в пищевой промышленности большое значение имеет оптимальное содержание всех компонентов в таблетируемой массе и соблюдение всех основных и вспомогательных технологических операций. При производстве таблеток «Южный», «Холодок» и «Драже-бодрость» в кондитерской промышленности имеют место следующие основные и вспомогательные операции. Рассмотрим подготовку сырья к производству. Все сырье, предназначенное для приготовления таблеток, просеивают и процеживают в строгом соответствии с инструкцией по предупреждению попадания посторонних предметов продукцию. Сахарный песок перед загрузкой просеивают через сито с диаметром отверстий не более 3 мм. Кондитерский жир на фабрику поступает в бочках. Если поступают загрязненные бочки, то перед освобождением от жира их следует зачистить с поверхности и промыть водой. Стерат кальция, кристаллические кислоты, аскорбиновая, лимонная, поступают в бумажных пакетах. Их следует просеивать через сито с ячейками не более 3 мм. Желатин поступает на фабрику в бочках. Приготовление эмульсии. Желатин согласно рецептуре замачивают в воде не менее 4 часов. Затем добавляют кондитерский жир. Смесь разогревают в открытом варочном котле с мешалкой до растворения желатина и расплавления жира. Готовую эмульсию процеживают через сито с диаметром ячеек не более 0,5 мм. Приготовление массы для гранулята. Сахарный песок порциями по 150 кг загружают в воронку ковшового элеватора и подают в дезинтегратор для размола. После размола пудру собирают в микс машину, куда вливают эмульсию и добавляют краситель, согласно рецептуре. Масса вымешивается в течение 20-30 минут, после чего подается в гранулятор. Гранулирование и сушка. Из микс машины масса поступает в гранулятор, который измельчает кусочки влажной массы на гранулы. Влажный гранулят направляется по скребковому транспортеру в сушилку. Сушка ведется при температуре не выше 100 градусов Цельсия в течение 30-40 минут. Размол сухого гранулята и приготовление смеси для прессования. Высушенный гранулят в микс машине смешивают с лимонным или апельсиновым маслом и спиртом в течение 10 минут. После этого добавляют стиарат кальция, лимонную или аскорбиновую кислоту, согласно рецептурным данным, и перемешивают еще 20 минут. Полученный гомогенат выстаивается в течение 2-3 часов. При приготовлении таблеток холодок в высушенный гранулят вводят только мятное масло и спирт. Формование таблеток из смеси производится на ротационных таблеточных машинах. Полученные таблетки имеют прямоугольную или плоскоцилиндрическую форму. Корпус дрожжебодрость имеет двояко выпуклую форму, так как такая форма таблеток обеспечивает качественное покрытие при дрожжировании. Таблетки отсеиваются от порошка и лома и собираются в лотки с парусиновым дном. После формования таблетки выстаиваются в течение 2-3 часов. Возвратные отходы направляют на повторный размол, а затем в размолотом виде их добавляют в таблетируемую массу. Фасовка и упаковка. Готовые таблетки фасуются на автоматах в тюбике прямоугольной формы по 12 штук массой 10 грамм и плоскоцилиндрической формы по 12 штук массой 17 грамм. Таблетки укладывают в складные короба, масса которых составляет 600 грамм для прямоугольных и 680 грамм для плоскоцилиндрических таблеток. В технологическом цикле таблетирования сыпучих пищевых материалов имеется ряд вспомогательных операций, которые необходимы для подготовки продукта к прессованию. Количество вспомогательных операций зависит от вида продукта и отрасли пищевой промышленности. Например, в кондитерской промышленности применяется перемешивание исходных компонентов, гранулирование перемешанной массы и дрожжевание таблеток. В чайной перемешивание при таблетировании чая с наполнителями и предварительно подпрессовывание, гранулирование. Поэтому ниже рассматриваются те основные вспомогательные операции, которые необходимы при таблетировании пищевых масс. Перемешивание компонентов, дрожжевание таблеток и их упаковка. Перемешивание компонентов. Целью перемешивания компонентов является доведение массы, предназначенной для таблетирования до гомогенного состояния. Для достижения равномерного перемешивания необходимо учитывать следующий фактор. Поверхностные силы частиц смешиваемых систем, которые в процессе трения связывают с липанием частиц под влиянием возникающих на их поверхности электростатических зарядов. Величину и форму частиц, плотность перемешиваемых порошков, влажность компонентов смеси. Стрэнг отмечает следующие основные понятия, характеризующие процесс перемешивания. Степень, интенсивность и эффективность. На канале есть отдельное видео, посвященное процессу перемешивания, где мы более подробно и обстоятельно рассматриваем этот процесс с точки зрения именно процесса. Вы можете ознакомиться с этим видео по ссылке в описании. Под степенью перемешивания понимают взаимное распределение компонентов после окончания процесса. Для расчета степени перемешивания и на основе анализа проб применяются различные формулы. По формуле Гибсона Тенни, которую вы видите на экране, качество смешивания смесей, состоящих из двух компонентов, можно оценить с помощью коэффициента неоднородности КС по формуле. Величина КС определяется по компоненту концентрация, а нулевое которого является наименьшей. Интенсивность перемешивания определяется частотой вращения основного рабочего органа смесителя. Окружной скоростью конца лопастей, расходуемой мощностью, приведенной к единице объема или к единице массы перемешиваемого вещества. Каждой из этих величин является мерой интенсивности только для определенного типа смесителя и конкретного материала. Из перечисленных величин наиболее объективной является удельная мощность, но и по ней трудно сравнивать интенсивность перемешивания в разных по конструкциям смесителях. Так как неравномерность рассеивания энергии в объеме материала различна. Эффективность того или иного устройства определяется количеством энергии, затраченной на перемешивание материала. Из двух смесителей более эффективно работает тот, в котором технологический процесс достигается при более низкой затрате энергии. В настоящее время нет общепринятой количественной оценки процесса. Существует несколько способов перемешивания порошкообразных материалов. Пневматический, гравитационный, механический. При пневматическом перемешивании частицы порошка находятся во взвешенном состоянии. При этом скорость пропускаемого воздуха или газа должна быть выше скорости движения частиц от 10 до 30 метров в секунду. И влажность воздуха не должна превышать 50%. Получение воздуха такой влажности представляет большие производственные и технические трудности. Гравитационное перемешивание осуществляется в смесительных аппаратах и основано на действие силы тяжести. Механическое перемешивание происходит в лопастных, двухроторных, волковых, барабанных, червячных, центробежных смесителях, которые обеспечивают сложное движение материала. При перемешивании различных компонентов сначала следует загружать компонент с меньшей плотностью, а затем с большей. При периодическом процессе перемешивания легче обеспечить заданное по массе соотношение компонентов смеси, чем при непрерывном. Качество этого процесса во многом зависит от конструкции машины, продолжительности и интенсивности перемешивания. Опыт производства таблеток показывает, что время перемешивания простых смесей составляет от 7 до 10 минут, сложных от 15 до 20 минут. Сложность явлений происходящих в материале при перемешивании не позволяет математически описать процесс для данного типа и размера смесителя. Однако предпринимаются попытки качественного описания процесса перемешивания. Лаций выделяет пять основных процессов, происходящих в смесителях. Первое. Образование в материале скользящих друг по другу плоскостей. Срезающее смешивание. Второе. Перемещение групп частиц из одного положения в другое. Конвективное смешивание. Третье. Перемена позиции единичными частицами слоя. Диффузионное смешивание. Четвертое. Рассеяние частиц за счет столкновений и ударов о стенке смесителя. Ударное смешивание. Пятое. Деформация и растирание частиц. Измельчение. В смесителе определенного типа происходят один или несколько из указанных процессов. Например, установлено, что в горизонтальном барабанном смесителе смешение имеет диффузионный характер. Остальные процессы играют незначительную роль. Затраты энергии зависят не только от конструктивных особенностей машины, но и от физического состояния продукта. Ластовцев, исследовав процесс перемешивания в двух лопастных машинах с вертикальными и наклоненными под углом 45 градусов лопастями, получил формулу для определения мощности N. Для перемешивания пищевых масс применяют смесители следующих типов. Двух-роторные смесители. Лопасти этих смесителей занимают около 60% общего объема смесильной камеры. Роторный смеситель представляет собой закрытую камеру, собранную из двух стальных полуцилиндров и двух торцевых стоек. Загруженный материал перемешивается двумя фигурными роторами, вращающимися навстречу друг другу с разными скоростями. Волковые смесители. Продукт подается на вращающиеся волки. В результате вращения этих волков навстречу друг другу загружаемые компоненты затягиваются в зазоры между ними. Процесс перемешивания требует многократного пропускания массы через волки. Центробежные смесители. При значительной окружной скорости масса, находящаяся в конусе смесителя, принимает форму параболоида вращения. Пересыпаясь через край конуса, масса попадает в пространство между корпусом и конусом, где она захватывается лопастями, свободно подвешенными на крышке корпуса. Интенсивное перемешивание материала происходит вследствие разности окружных скоростей лопастей и материала в кольцевом пространстве. Барабанные смесители. Они представляют собой полый цилиндр, который вращается на опорных роликах вокруг горизонтальной оси или на валу. Эти установки относятся к смесителям периодического действия, в которых значительное время занимают процессы загрузки и выгрузки. Лопастные смесители. Смешивающими органами этих смесителей служат обычно две горизонтально расположенные Z-образные лопасти, вращающиеся навстречу друг друга с разными оборотами. На схеме представлена схема двухвального лопастного смесителя с Z-образными лопастями. Компоненты смеси загружаются при открытой крышке в камеру смесителя, в которой находятся две Z-образные лопасти, приводимые во вращение от электродвигателя через упругую муфту, редуктор, универсальную компенсирующую муфту и приводные зубчатые колеса. После окончания смешивания прекращается вращение лопастей и опрокидывающим механизмом с индивидуальным приводом корыто поворачивается на 110 градусов. Затем открывается крышка и при реверсивном вращении лопастей выгружается смешанный продукт. Для получения высокой однородности смеси при наименьших экономических затратах на единицу продукции проведены расчеты процесса перемешивания. На частицу материала, находящуюся на лопасти, действует сила тяжести G и центробежная сила инерции P. При движении частицы в плоскости под действием силы тяжести и центробежной силы возникают следующие силы. Сила трения материала о днище корыта W1, составляющая силы тяжести W2, сила трения материала о лопасти W3, сила трения обусловленная действием силы тяжести W4. Суммарное сопротивление выражается следующей формулой. Большое значение имеет также время приготовления смеси T в часах, которая вычисляется по формуле. Производительность лопастного смесителя рассчитывается по формуле. Соотношения размеров лопастного смесителя имеют большую роль для качественного приготовления смеси. В основу расчета для определения основных параметров лопастного смесителя положена величина наибольшего радиуса лопасти R. Параметры смесителя вычисляют в зависимости от величины наибольшего радиуса лопасти по формулам, представленным на экране. Площадь смесительной камеры F в квадратных метрах определяют по формуле. Одним из процессов подготовки материала к таблетированию является гранулирование сыпучих пищевых продуктов. Однако гранулирование это отдельный обширный процесс со своими закономерностями. И подробно мы его рассмотрим в отдельном видео. В этом видео, посвященном технологии таблетирования, мы рассмотрим только лишь конструкцию одной таблеточной машины, в которой гранулирование под прессовыванием производится перед подачей сырья на прессование. Масса, предназначенная для таблетирования, поступает в загрузочное устройство 1 бункера 13 и попадает на движущуюся ленту транспортера 4, которая имеет рифленый профиль. С помощью заслонки 2 осуществляется регулирование высоты слоя порошка, что обеспечивает получение материала требуемой плотности в форме непрочных брикетов. Уплотнение порошка происходит между роликом 3, имеющим рифленую поверхность, и транспортером 4, который находится на барабанах 5 и 12. Затем продукт поступает на секущие ножи 6 и 7, которые вращаются в противоположные стороны и осуществляют измельчение брикетов. Вращение этих ножей в противоположные стороны осуществляется от ведущего конического зубчатого колеса 18, находящегося в зацеплении с двумя ведомыми коническими зубчатыми колесами 10. Вал 14, где закреплен секущий нож 6, проходит внутри полого вала 9, на котором закреплен секущий нож 7. С помощью электровибратора 11 осуществляется полное выбивание оплотненного материала из ячеек ленты транспортера 4 на сужающие ножи. Разрушенные брикеты сбрасываются в нижнюю часть бункера 1. Попадая на вращающееся устройство 8, закрепленное на полом валу 9, частицы материала под действием центробежной силы отбрасываются к стенкам бункера и попадают в его нижнюю часть. В дальнейшем материал поступает в матрицы 21, расположенные в столе 20, ротоционной таблеточной машины. И с помощью прессующих пуансонов 22 обеспечивается его таблетирование. Вращение секущих ножей 6 и 7, сбрасывающего устройства 8, привода транспортера 4, уплотняющего ролика 3 осуществляется с помощью электродвигателя 15, через предохранительную муфту 16, иконические зубчатые колеса 18 и 10, расположенные в редукторе 19. Лента транспортера 4 приводится в движение от электродвигателя 15, через предохранительную муфту 16, ременную передачу 23, со шкива 17 на шкив 24. Уплотняющий ролик 3 вращается с помощью цилиндрических зубчатых колес 25. Прессование. В практике часто принимают, что давление по высоте прессуемой таблетки распределяется равномерно. Это предположение не вносит значительные ошибки при расчете матриц на прочность, которая зависит от максимального бокового давления. Это не влияет также и на определение потерь при трении. В действительности, с возникновением силы трения в процессе таблетирования, давление в прессуемой таблетке распределяется неравномерно. Для выявления этого фактора известен способ прессования так называемых слоистых таблеток, который наглядно показывает распределение давления при таблетировании. При одностороннем сжатии давление и плотность в слое таблетки, примыкающем к прессующему пуансону, имеют наименьшее значение в центре и увеличивается краям. В слое, примыкающем к неподвижному пуансону, максимальное давление и плотность в центре, минимальные у краев таблетки. При удалении от прессующего пуансона давление и плотность уменьшаются от слоя к слою. При двухстороннем сжатии наиболее прочными и плотными являются основания таблетки, а наименее прочная ее средняя часть. При экспериментальном изучении характера распределения давления в таблетируемом материале было выявлено, что зависимость давления на дно пресс-формы ПН от давления прессования для быстро растворимых чая и кофе имеет вид. Это уравнение справедливо для процесса одностороннего прессования, при котором ПН не равно П. При рассмотрении двустороннего прессования, когда ПН равно П, следует учитывать только половину высоты таблетки. Результаты опытов с быстро растворимыми чаем и кофе показали, что при одностороннем прессовании таблеток высотой 3,5 мм давление на дно матрицы составляет от 60 до 85% давления прессования, при его изменении от 100 до 200 мегапаскалей. В работах Степанова и Хведелидзе было установлено, что отношение давления на Пуансон к давлению на дно матрицы в процессе брикетирования сахара рафинада и чая не изменяется. При прессовании рафинадных брикетов высотой 23 мм давление на дно матрицы не превышает 30% давления на Пуансон. Для расчета и конструирования пресс-формы таблеточных машин необходимо знать величину бокового давления и характер его изменения в процессе прессования. На экране представлен график изменения бокового давления за один цикл процесса прессования. Время полного цикла таблетирования Т-большое состоит из времени заполнения формы и дозирования порошка Т1, времени прессования Т2, времени снятия давления Т3 и времени выталкивания таблетки Т4. Важным реологомеханическим параметром, характеризующим процесс прессования в условиях всестороннего сжатия, является коэффициент бокового давления дзета, который определяют по формуле. Коэффициент бокового давления занимает большое место в исследованиях процессов прессования, как упруга, вязка пластичных тел, так и сыпучих материалов. Он зависит от упругих свойств сплошной системы и является показателем качества системы в отношении ее деформируемости. Величина дзета для различных материалов колеблется от нуля до единицы. Для ньютоновских жидкостей он равен одному. Для абсолютно твердого тела – нулю. Новиков, проведя исследование брикетирования рафинадной сахарной кашки предложил уравнение для определения среднего бокового давления ПБ на стенку матрицы. Коэффициент бокового давления чая, как показали опыты Хведелидзе, при давлениях прессования до 10 мегапаскаль является постоянной величиной и колеблется от 15 до 18 сотых. Это объясняется тем, что при таком давлении уплотнение чая происходит в основном в результате уменьшения пор и упругой деформации частиц. При более высоком давлении дзета находится в прямой зависимости от давления прессования. При изменении влажности чая от 6 до 10,7% значение К1 повышается от 1,8% до 1,85% на 10 в минус третий. Единица, деленная на мегапаскаль. А значение К2 от 145 до 161 тысячной. Обработка экспериментальных данных позволила установить зависимости между коэффициентом бокового давления, давлением прессования и влагосодержанием прессуемого чая следующего вида. Уравнение, которое вы видите на экране, справедливо для давления прессования от 10 до 250 мегапаскаль. Влажности чая от 6 до 10,7%. Как видно, коэффициент бокового давления не является постоянным и для различных режимов прессования байхового чая изменяется от 0,16% до 0,565 тысячных. Анализ экспериментальных данных показал, что боковое давление и коэффициент бокового давления для быстро растворимых чая и кофе при давлениях прессования до 20 мегапаскаль является незначительным. При таких давлениях таблетирование боковое давление не превышает 1 мегапаскаль, а коэффициент бокового давления – 0,05. Зависимость коэффициента бокового давления дзета от давления прессования от 10 до 200 мегапаскаль можно описать уравнением. При повышении давления прессования от 20 до 200 мегапаскаль значительно изменяется коэффициент бокового давления. Для чая от 5 до 26 сотых, для кофе от 5 до 21 сотых. При таблетировании пищевых масс возникает как внутреннее трение, сопутствующее и противодействующее относительному перемещению частиц материала, так и внешнее трение порошка, стенки, пресс-формы, зависящее от характера взаимодействия поверхностей трущихся тел. На преодоление сил трения затрачивается работа. Трение вызывает издуш деталей таблеточных машин, ограничивает срок службы пресс-инструмента. Исследованиями доказано, что коэффициент трения в процессе прессования не является постоянным, а уменьшается с увеличением давления прессования. Это можно объяснить следующими причинами. При повышении давления частицы порошка деформируются и боковая поверхность таблетки становится гладкой. Выступы на поверхности пресс-формы обволакиваются тончайшим слоем таблетируемого материала. Под давлением трения этот слой разогревается, поэтому при высоком давлении создаются условия, близкие к условиям жидкостного трения. Трение порошка матрицу в процессе таблетирования вызывает снижение величины давления прессования по высоте прессовки, что в свою очередь приводит к изменению значения коэффициента трения по высоте прессуемого тела. В случае одностороннего прессования сила трения порошка, а матрицу рассматривается как внешняя сила R, которая воспринимается опорой матрицы, что приводит к снижению давления на пуансоне, в результате чего может получиться непрочная таблетка. Если предположить, что давление распределяется равномерно по поперечному сечению матрицы, то при прессовании таблеток плоскоцилиндрической формы уравнение, которое вы видите на экране, можно представить в другом виде. При двустороннем прессовании равнодействующая сила трения является внутренней силой по отношению к системе пресс-форма прессуемой материалу. В этом случае сила трения не оказывает влияния на величину прессующего усилия нижнего пуансона. Усилие, создаваемое машиной на верхнем пуансоне, равно усилию на нижнем пуансоне. В случае двустороннего прессования можно считать, что таблетка посередине разделена по высоте некоторой невоображаемой нейтральной плоскостью. Частицы прессуемого материала, находящиеся в нейтральном слое, будут неподвижны относительно матрицы. Коэффициент трения в процессе брикетирования байхового чая влажностью от 6 до 10,7% с увеличением давления прессования от 40 до 200 мегапаскаль уменьшается от 25 до 14 сотых. Зависимость удельной силы трения F нулевое в мегапаскалях от давления прессования выражается линейным уравнением. Уравнение справедливо при давлении от 40 до 200 мегапаскаль. Установлено, что коэффициенты А и Б практически остаются постоянными при влажности чая от 6 до 10,7%. Для быстрорастворимых чая и кофе это уравнение упрощается, так как коэффициент B равно нулю, а для чая А равно 16 сотых, а для кофе 14 сотых. Дрожжирование. Дрожжирование особенно широко применяется в кондитерской промышленности, когда таблетки покрывают шоколадной, сахарной глазурью или каким-нибудь другим материалом. Дрожжирование производят в специальных машинах, которые называются дрожжировочными котлами. Дрожжировочный котел может иметь эллипсоидную, шаровидную и грушевидную формы. В верхней части котла находится довольно большое отверстие, которое служит для поступления таблеток, предназначенных для дрожжирования и массы для нанесения покрытия. По конструктивным особенностям дрожжировочные котлы изготавливают диаметром от 10 см до 1,5 м. Вращение котла осуществляется от электродвигателя с помощью ступенчатого шкива или фрикционной передачи, чем и обеспечивается плавное регулирование частоты вращения котла, которое обычно колеблется от 20 до 40 оборотов в минуту. Процесс дрожжирования происходит под влиянием температурного фактора, поэтому дрожжировочные котлы обогреваются паром электроэнергии или горячей водой. Для изготовления котлов применяется меди. Двояко выпуклая форма таблеток 1 является наиболее удобной для дрожжирования. В тех случаях, когда в числе таблеток предназначенных для дрожжирования имеется много некачественных, поломанных, непрочных, то такую партию таблеток обычно помещают на сито 4. Для отсеивания пыли и некачественных таблеток, которые с того поступают в таблеточный цех. С целью обеспечения чистоты в рабочем помещении отсев таблеток производят обычно в закрытом стеклянном шкафу 3, из которого по трубе 2 отсасывается воздух. Масса предназначенная для покрытия таблеток должна быть перемешана до однородного состояния и просеяна через измельчайшее сито, так как в противном случае поверхность таблеток будет бугристой и шероховатой из-за наличия оставшихся крупинок. Сахарный сироп приготовляют в котле 7, который обогревается паром, поступающим по трубе 5, а конденсат стекает по трубе 6. Сахар растворяют и кипятят при температуре 105-107 градусов Цельсия, все время снимая пену. Процеженный через фланель сироп наливают в емкость 8, из которой по мере надобности его перекачивают в котел 9. Неокрашенную пасту готовят в смесителе 9 из смеси сахарного сиропа, сахарной пудры, крахмала или пшеничной муки. Для придания дрожжей определенного цвета в пасту добавляют пищевую краску и перемешивают в смесителе 9А. Для глинцевания применяется чистейший тальк или тальк смешанный с крахмалом, с пермоцетом, маслом какао и другими маслами. Массу приготовляют в котле 10, обогреваемом теплой водой и паром, поступающим по трубе 5. Конденсат стекает по трубе 6. После процеживания охлаждения в котле 11 и тщательного перемешивания эту смесь по мере надобности подают в дрожжировочный котел. Дрожжирование происходит следующим образом. Качественные и обеспыленные таблетки помещают в котел 12, который медленно вращается электродвигателем 13. Включение и выключение котла осуществляется оператором с помощью педали 15. Обогрев дрожжировочного котла осуществляется паровым змеевиком и теплым 50 градусов Цельсия воздухом, который подается под давлением 196-932 паскаль, по трубопроводу 14. Нагревание продолжается до тех пор, пока вся масса таблеток, расположенных в котле, не нагреется до температуры от 30 до 45 градусов. В дальнейшем на дрожжируемые таблетки наливают требуемое количество сахарного сиропа или другого склеивающего вещества. В том случае, если количество сиропа будет недостаточным, то произойдет неравномерное покрытие таблеток с жидкостью. А если количество сиропа будет в излишестве, то происходит слипание таблеток. Поэтому количество требуемого сиропа устанавливают заранее экспериментальным путем. Равномерно увлажненные таблетки посыпают пудрой. При этом повышается частота вращения котла до 26-28 оборотов в минуту. Для ускорения высыхания таблеток, покрытых влажной оболочкой, увеличивают подачу в котел теплого воздуха. После высыхания таблеток в котел заново наливают сироп и пудру. Этот процесс продолжается до тех пор, пока таблетка не покроется оболочкой требуемой толщины. С целью увеличения толщины слоя дрожжируемых таблеток, последние покрывают слоем густообразной пасты или теста. При этом процесс перемешивания должен происходить небольшими партиями. Ввиду того, что в густой пасте относительное содержание влаги невелико, процесс сушки и нарастание оболочки значительно ускоряется. При выпуске окрашенного драже последние 2-3 порции пасты подаются окрашенными. После того, как закончен процесс наращивания оболочек, переходят к шлифковке дрожжированных таблеток. Для этого увеличивают частоту вращения дрожжировочного котла и прекращают подачу горячего воздуха. При вращении котла происходит трение таблеток, покрытых драже между собой и стенкой котла, вследствие чего оболочка становится гладкой. Заключительным процессом является глинцевание. Для этого в котел добавляют тальк или стеарин, масло какао или какую-нибудь другую смесь. Вращение котла продолжается до тех пор, пока оболочка таблеток не примет красивый глазированный вид. Упаковка. Хранение и упаковка имеют большое значение при производстве пищевых продуктов, так как являются завершающим этапом производственного цикла и обеспечивают сохранность выпускаемого продукта. Упаковка таблеток должна отвечать следующим требованиям. Не изменять физические и химические свойства продукта. Предохранять продукцию от неблагоприятных факторов. Быть достаточно прочной и противостоять механическим воздействиям. Иметь как можно меньший объем и обладать минимальной массой. Быть дешевой и доступной. Обеспечивать возможность применения автоматов. Быть внешне красивой. Применение новых упаковочных материалов в комбинации с другими ведет к их совершенствованию. Путем соответствующего выбора и комбинации материалов создаются наиболее оптимальные варианты для различных упаковок. Которые можно легко декорировать с помощью хорошо отработанных методов офсетной и сетчатой печати. Для упаковки таблетированных продуктов широко используют пленочные комбинированные материалы. Бумагу с полимерными покрытиями для герметичной фасовки на автоматах. В настоящее время для упаковки таблеток применяют полимерные упаковочные материалы. Среди которых наибольшее распространение получили бумага, полиэтилен и целлофан. Помимо указанных материалов для упаковки таблеток можно использовать фольгу и бумагу покрытую полимерами. Массовое внедрение полимерных упаковочных материалов в пищевую промышленность обусловлено разработкой и применением специального оборудования. Эти упаковочные материалы являются самыми распространенными и применяются в тех случаях, когда требуется максимальная защита продукта от внешних условий. Целлофановая пленка отличается прозрачностью, эластичностью, низкой газопроницаемостью, физиологически безвредна, но обладает высокой гигроскопичностью. Полиэтилен в зависимости от способов его получения бывает низкой и высокой плотности. Полиэтилен высокой плотности обладает более ценными свойствами, так как выдерживает продолжительное действие температурного фактора и имеет значительно меньшую пара и газопроницаемость. Полиэтилен низкой плотности обладает высокой гибкостью и более устойчив к действию агрессивных сред морозоустойчив. Важнейшим свойством полиэтилена является его значительная газопроницаемость, которая отрицательно влияет на гигроскопичные таблетки при хранении. Только комбинированное сочетание указанных выше пленочных материалов дает возможность сочетать в одном многослойном материале те необходимые свойства, которые обеспечивают длительную сохраняемость таблеток. Комбинированный материал полиэтилен целлофан не обладает газопара-влагопроницаемостью. Хорошо термо сваривается и обеспечивает длительное хранение. Для нанесения полиэтилена и других термопластов на рулонные материалы целлофан, фольга, бумага применяется ряд способов, а основной из них метод горячего нанесения в размягченном состоянии. Термопластичный материал в виде порошка или гранул загружается в бункер машины, а откуда специальным регулирующим приспособлением подается между двумя стальными валиками с термоэлементами. Зазор между валиками определяет толщину наносимого слоя. Размягченный термопласт накладывается на основу бумагу-целлофан с помощью специального валика, отжимающего излишек наносимого материала. Горячий слоистый материал проходит затем отделочный валик с водяным охлаждением. Готовый материал подвергается обрезке, охлаждению и наматывается на бобину. Важными показателями при использовании полимерных материалов являются их механические свойства, так как они обладают обратимыми деформациями. Этот процесс особенно резко проявляется при сравнении деформации высокополимерных и низкомолекулярных веществ. Величина обратимой деформации упругой. Низкомолекулярных веществ не превышает нескольких процентов. В то время как обратимые деформации высокомолекулярных веществ достигают нескольких десятков процентов. Ввиду того, что некоторые пищевые таблетки обладают большой гигроскопичностью, решающее значение в процессе упаковки играет прочность свариваемого шва мешочка, которая основана на способности перехода упаковочного материала в текучее состояние при повышенной температуре. Это состояние соответствует зоне температур, которая расположена ниже температуры, когда наблюдается переход высокополимера из высокоэластичного состояния в пластическое. Эта температура в зависимости от полимерного материала колеблется от 110 до 200 градусов Цельсия. Важным звеном в технологическом процессе таблетирования является дозирование спрессованных таблеток с целью упорядочивания подачи таблеток на упаковочный автомат. Для этой цели можно использовать автоматические весы. На одном конце коромысла 1 подвешен гиридержатель 2, на другом бункер 3 для отвешивания порции таблеток. Вместо гиридержателя, который в принципе является уже устаревшей конструкцией, используются, конечно же, тензодатчики. В бункере 3 устроено открывающееся дно, которое под действием противовеса 23 закрывается и удерживается в закрытом положении концом скрепленного с ним рычага 12, упирающегося в выступ другого рычага 13, укрепленного на стенке бункера для отвешивания продукта. Над весами расположен бункер 4, из которого таблетки подаются в бункер 3. Под ним находится рычаг 11, открывающий дно бункера, и приемная воронка 14. Из бункера 4 таблетки с самотеком поступают в канал 5, а из него в бункер весов. Заслонка 10 и рычаги 6 и 7 закрывают и открывают отверстия канала 5. У основания бункера установлен шибер 9, представляющий собой подвижную заслонку с рядом отверстий различного диаметра. Шибер регулирует количество таблеток, высыпавшихся из бункера 4 в канал 5. Весы снабжены специальным регулятором 8, с помощью которого можно производить взвешивание с необходимой точностью. Этот регулятор представляет собой рычаг безмен с двумя передвижными гирями 15 и 22. Гиря 15 передвигается по шкале, а регуляторы коромысла колеблются на призме 16. Ручкой 17 весы приводятся в действие. В том случае, когда весы не загружены, конец стрелки 18 покоится на нулевом делении шкалы. При положении гири на держателе 2 коромысла 1 наклоняется в сторону груза, а конец стрелки с бункером поднимается вверх, и винтом 19 поворачивает рычажок 6, который в свою очередь поднимает заслонку 10, открывая при этом канал 5. Заслонка поддерживается рычагом 7 в положении, при котором таблетки высыпаются из канала. После получения требуемого от веса, бункер с таблетками начинает опускаться, заставляя коромысла наклоняться в свою сторону. Когда стрелка весов доходит до нулевого положения шкалы, заслонка закрывает канал. Это происходит вследствие того, что винт 21 поворачивает рычаг 7, освобождая хвостовые заслоны 20 от сцепления с зубцом рычага 7. Заслонка перекрывает канал 5, прекращая подачу таблеток. Конечно же, в современном производстве намного удобнее и выгоднее использовать бункеры с тензодатчиками, что я вам и рекомендую. В процессе упаковки таблеток необходим автоматы для отсчета таблеток. На основании 1 помещен бункер 2, куда насыпают таблетки, подлежащие отсчету. Таблетки скатываются в направляющие желобки 3, где они становятся на ребра в средстве сужения желобков. Отсюда таблетки скатываются в дозирующий бункер 4, накрытый стеклом 5 и упираются в прижим 6, при поднятии которого один ряд таблеток скатывается в питатель 7. Движением рукоятки 8 и рычага 9 таблетки вталкиваются в подставленную трубочку 10. При этом автоматически отсчитывается столько таблеток, сколько имеется желобков. Если нужно отсчитать меньше, то часть желобков закрывают. На экране представлена схема машины, которая производит отсчет таблеток тросовым отсекателем. Машина устанавливается на столе 1 и приводится в движение электродвигателем 2 и шкивом 4. При спущенном поршне 7 таблетки насыпают в бункер 6, опирающийся на стойки 5. Таблетки из бункера попадают на вращающийся диск 11. Вследствие вращения этого диска таблетки ложатся концентрическими рядами в один слой, около ограждающего кольца 12. В результате движения диска 11 крайние ряды таблеток вталкиваются в каналы линейки 13, опирающиеся на стойку 27. По мере убывания таблеток на вращающемся диске 11, подающий поршень 7 приподнимается настолько, чтобы таблетки ложились ровными рядами на диске. Для этого оттягивается рукоятка 9, отводя собачку 10, барабана 8. С помощью приводного ремня 3, барабана 8 и тросика 19, поршень 7 приподнимается и выталкивает из бункера таблетки. Как только опустится рукоятка 9 и зафиксируется устройством 26, подача таблеток прекращается. Вследствие наклонного положения линейки таблетки скатываются вниз до отсекателя 16, заполняя весь каналчик. Ограничитель 17 устанавливается на таком расстоянии от отсекателя 16, чтобы между ними в канальчике линейки 13 расположилось в один ряд столько таблеток, сколько требуется их для наполнения одной тары. При нажиме на педаль тросик 28 опускается вниз, двигаясь по роликам 15 и стойке 14, тянет за собой рычаг 18 для подъема отсекателя 16. Как только последний приподнимается, ограничитель 17 спускается и задерживает скатывание таблеток по каналу линейки 13. А таблетки, находившиеся ниже ограничителя, высыпаются в подставленную тару или бумажную конвалюту. После этого прекращается воздействие на педаль. В результате действия пружин 20 отсекатель 16 спускается вниз и ограничитель 17 поднимается вверх. И таблетки скатываются вниз от отсекателя. Для равномерного и плавного скатывания таблеток ширина и высота каналов на линейке 13 должны быть хорошо отрегулированы. Так, с помощью винтов 24, боковых линеек 23 увеличивается и уменьшается ширина направляющей 25. А посредством винта 22 и центральной направляющей 21 устанавливается высота канала. Такие машины могут иметь несколько линеек с одним или двумя каналами. Автомат для упаковки таблеток в целлофановую пленку. Собран на литой чугунной станине 1 формы коробки. Внутри станины смонтирован привод автомата. С помощью привода от электродвигателя через распределительный вал осуществляется движение исполнительных механизмов автомата. Сваривающих барабанов 2, ножниц 3, дистанционного устройства 4, бобинодержателей 5, направляющих целлофановую ленту роликов 6 и так далее. Автомат имеет вибрационный электромагнитный питатель, который предназначен для подачи таблеток к дистанционному устройству 4. Вибрационный питатель состоит из загрузочного бункера 1 и цилиндрической камеры 8. Подача таблеток из вибрационного питателя к дистанционному устройству 4 осуществляется по наклонным направляющим 9. Управление аппарата производится с помощью пульта управления 13. Автомат для упаковки таблеток работает следующим образом. Целлофановые ленты 10 поступают с бобинодержателей через систему направляющих роликов на сваривающие барабаны. Таблетки по спиральному лотку вибропитателя подаются к наклонным направляющим. Затем по направляющим регулируемым в зависимости от размера таблеток таблетки попадают на дистанционное устройство, с помощью которого таблетки укладываются на целлофановую ленту в два ряда с определенным шагом. Сверху накладывается целлофановая лента со второго бобинодержателя. Проходя между барабанами ленты непрерывно свариваются, так как внутри валов барабанов монтированы нагревательные элементы для осуществления термического сваривания. Заполненные и сваренные пакеты лентой направляются к ножницам. Заполненные и сваренные пакеты лентой направляются к ножницам, которые отрезают пакеты с соответствующим числом пар таблеток. Конструкция ножниц представляет собой два движущихся в горизонтальной плоскости ножа. Переключение механизма резки на отрезывание пакетов с определенным шагом пар таблеток осуществляется с помощью кулачковой муфты 12, включающих одну из цепных передач привода. Отрезанные пакеты подаются по отводящему лотку 11 в установленный рядом с автоматом кором. Вы посмотрели видео, посвященное технологии таблетирования и вспомогательным процессам. Мы рассмотрели таблетирование с наполнителями, перемешивание компонентов, прессование, дрожжевание и упаковку. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик уведомления. А в колокольчике все уведомления. И вы будете получать анонсы новых видео. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.